Я расскажу, как заработать тысячу гривен за пять дней и при этом вообще не напрягаться. Мы вас ждем. Спасибо. Как бесплатно прокатиться на американских горках. Ух, что так шатается. И заработать на червяках. И где вам заплатят 250 гривен за 15 минут работы. Ой, как хорошо. Реалити-эксперимент в Абзаце. Свой эксперимент я начал ровно пять дней назад. Моя цель немного подзаработать до зарплаты. Но есть условия. Работать смогу после основной работы с 6 до 10 вечера. Искать буду в интернете по запросу «разовая работа». Так, услуги для животных. Посмотрим. О, пожалуйста, помыть собаку. Интересно. Вроде бы ничего сложного. Платят тоже неплохо. 250 гривен. Правда, есть одно «но». Мыть собаку придется у себя дома. Созваниваюсь с владельцем пёсика и выезжаю. Надеюсь, там не бультерьер какой-нибудь. Оказалось, что купать мне придется вот эту милую мопсиху по кличке Пандора. А может быть, нескромный вопрос, а почему сами не купаете? Ну, на самом деле, просто нету времени, потому что появился маленький ребенок. А мы, во-вторых, сегодня воду отключили. Ага. С самого утра. Ну, я уже пора, да. Я вижу. Забираю собаку домой и... Идем мыться. Ты смотри на себя. Псиной воняет. Ух ты ж, пыльная собака. Не перестань. Ой, как хорошо. Красиво. Нравится тебе? Да еще бы. Такой массаж. И сама знает, как становиться. Хвостик. Сейчас поедем с хозяином твоим. Все. Готова, невеста. Но вроде все. Осталось отвезти Пандору домой. Нравится тебе трафка, да? Нравится? Нравится? О, хозяин. Ай, ай, ай. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, это ваш шампунь оставшийся. Спасибо. Это ваш пес прекрасный. Да. Очень классно. Она очень любит купаться, как оказалось. Да. Все у нас получилось. Она чистая, точно? Чистая, да. Проверяйте. Да, складка чистая. Все хорошо. Держите. Спасибо большое. Спасибо. И вам. Обращайтесь, если что. Вот так вот просто всего за 15 минут, проведенных с этим четвероногим другом в ванной, я заработал 250 гривен. Отмыв ванну от собачьей шерсти, приступаю к поиску новой подработки. Собрать червей для рыбалки. Платят 150 гривен. По-моему, неплохо. Я прочитал в интернете, что для того, чтобы вызвать червей из-под земли, нужно нарвать травки, взять листики, перемешать все это с землей. Правда, чтобы черви повылезали, придется ждать два дня. К тому же, нужно постоянно поливать мою приманку водой. Ну, а пока мои черви выползают, поищу еще что-нибудь. Что? Считать людей в магазине? Мне кажется, или по камерам это отследить проще. Работать надо 3 часа, платят 200 гривен. Легко. В назначенное время прихожу в магазин, на входе меня встречает администратор, объясняет, что нужно делать, и я приступаю к работе. 4, 5, 6, 7, 8. Да это же расплюнуть. 35, 36, 37. И это за час. Уже ноги болят. Какой-то непопулярный магазин. Фу, в следующие 2 часа покупатели не сильно стремились в этот магазин, и я порядком подустал. Но работа выполнена, забираю свою зарплату и спешу полить свою приманку для червей. Боже, какая гадость. Так, поищу еще что-нибудь. О, репетитор английского для второклассника. Платят неплохо, 200 гривен. Да, английский я вроде неплохо знаю. Надеюсь, репетитор из меня получится. Здравствуйте. Проходите. Арсений. Это Арсений. Привет. Я Фил. Можно сюда, да? Да, конечно. Моя задача сделать с ребенком домашнее задание по английскому и выучить новые слова. Write. Write. C писатель. C писатель. C. Что такое? Як читается, знаешь? Drive. Draw. 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 Что це значит? Малеватый. Малеватый. Sing. Sing. Спиватый. Sing. Спиватый. Задания легкие. Думаю, с ними справится любой, кто хоть немного знает английский язык. Главное – терпение. I can write my alphabet from A to Z. Можешь перекладываться? Нет? Нет. Нет, пробуем. Давай. Час занятий и 200 гривен в моем кармане. Шикарно. Нужно почаще уроки давать. Спасибо вам большое. Ага, спасибо вам. Да, приходите. Все у вас хорошо. Отлично. Вроде бы идет. Способность есть к языкам, которым, я думаю, все будет хорошо. Мы вас ждем. Спасибо. Но у меня еще осталось незаконченное дело. Сразу после работы бегу к своей приманке для червей. Надеюсь, там хоть десяточек есть. Так, ну посмотрим, кто у нас тут появился. О, торчит. А ну, стоп, 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 стоп. Назад, назад, назад. Это он. О, еще, еще. Сколько их тут? Скажу честно, я даже не верил, что у меня получится, но их тут штук 40. Брать руками их мерзко. Так что, если тоже захотите заработать, не забудьте про перчатки. За все эти мучения я получу 150 гривен. Оно того стоит. Осталось только встретиться с заказчиком, пока черви не задохнулись. Здравствуйте. Вы Сергей? Это вам, червячки, да, наверное? Вот. Там много их. Ну вот, вот это все, они. А вам для чего? Ага, тогда хорошего улова. Спасибо. 150 гривен заработал, но мои запросы растут, хочется еще немного денег. Такую работу только что нашел. Вообще. Тайный покупатель в парке аттракционов. Суть работы заключается в том, что меня нанимает директор парка, чтобы проверить качество услуг и свой же персонал. Уже через пару часов после регистрации мне на почту прислали задание. Заплатить обещают 200 гривен, плюс все мои покатушки на аттракционах бесплатные. Главное сохранить билетики. Здрасте. Такая у вас музыка заводная для детей. Самое главное в такой работе, чтобы никто из персонала или посетителей не поняли, что ты тайный гость. Какая-то грязь, смотри. Грязилка. Боже. Да, уж чистотой тут и не пахнет. Страшно даже на аттракционы садиться. Но работа есть работа. Слава Боже. Какое маленькое. Ну, вроде ржавого, ничего я не вижу здесь. Тут окос эленькое. Открыться я не знаю, как-то снаружи только можно открыться. Это хорошо, потому что дети любят же своими руками лиск открывать, выпадать. После покатушек я описал все увиденное, предоставил заказчику видео и отправил чеки. А уже на следующий день мне на карточку прислали 200 гривен за проверку парка развлечений и 60 гривен за билеты на аттракционы. Итого всего за 5 дней я заработал 1000 гривен, учитывая, что работал не более чем по 3 часа в день. Шикарно!